Друзья, всем привет! Подожди, тайминги, тайминги, тайминги. Ммм, шо, блядь? Ну, здесь я опять хочу вам напомнить, друзья, про двойные стандарты. Помните, опять же, с чего все началось, что 23-го числа злые либералы, они подвергли опасности людей, призвали их на митинг, и все перезаражались коронавирусом, поэтому сейчас порядка 7-8 человек хотят посадить до 2 лет, дать им до 2 лет, за то, что они нарушили все мыслимые и немыслимые законы и подставили людей под угрозу. Но одно дело, мы же знаем, коронавирус, он, сука, такая избирательная. Например, в переполненных камерах и в переполненных автозаках коронавирус никого не берет, а на оппозиционном митинге на улице он сразу всех хватает, всех заражает. А если рядом провести митинг, например, в поддержку Путина и своими телами написать Путин на площади, то, конечно, никого коронавируса там нет. По всей стране на этой неделе начались внезапные митинги в поддержку Владимира Владимировича Путина. Не смогли люди в регионах, не смогли спокойно смотреть, как какие-то смутьяны выходят за Навального. Надо было дать достойный ответ. Не выдержало сердца некоторых патриотов и начало биться горячее, ярче. И они с этим пламенным сердцем, с пламенным сердцем пошли на площади. Ну, больше всех, конечно, в очередной раз отличилась моя любимая екатеринбургская компания Симолэн. Они вывели в очередной раз своих сотрудников несколько тысяч человек, которые... Самое забавное, нет ни ОМОНа, нет ни дубинок, блядь, никого не задерживают. Решили сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину. И здесь они взяли на вооружение лучшие северокорейские вот эти вот практики. То есть, если раньше они ходили, просто махали ручкой, то теперь они прокачали свои скиллы и уже начали пытаться выстраивать какие-то фигуры. Работяка, да, заставили выйти там за 500 рублей. Я вахуе. Вот это еще одно, скажем так, один показатель того, насколько все хуево, блядь, в стране. Цветными вот эти вот... Люди готовы свою издательницу за рубль продать буквально. Вообще пиздец, блядь, я вахуе нахуй, я вахуе нахуй. Бумажечками показывать какие-то, какие-то знаки. Я думаю, скоро они покажут соусы. Я не знаю, что там их делают. Они уже этот соус делают. Достойный сюжет. Если кто-то сейчас изучает современное рабство, пишет эту тему диссертацию... Блядь, как зумби нахуй какие-то, реально. Мне сложно, да, может быть, я слишком оторван от людей. Мне сложно поверить на такие дружные порывы. Да, ну помимо Екатеринбурга, другие города тоже присоединились к флешмобу. Как я говорю, люди были возмущены. Люди были возмущены. И они вышли, вышли на митинги в поддержку. Чего они, блядь, руками тамаши? Как вы понимаете, это другое. Здесь коронавирус не распространяется. Здесь, как мы видим, никого не пьет ОМОН. Это совершенно нормально. Здесь люди не перекрывают движения. Здесь они никому не мешают. Здесь их не задерживают. Здесь все хорошо. Это совершенно другой митинг. Это не имеет никакого отношения к тем ужасным и страшным митингам, которые проводят сторонники Навального. Это все... Потому что сейчас... Вы не понимаете, это другое. ...самый правильный митинг, который можно проводить в России. Я надеюсь, как можно скорее всю эту либеральную дрянь загонят уже под ковер, под шконки, потому что нефиг раскачивать лодку. Не надо лить грязь на родину. Все эти митинги, шествия, флешмобы, одиночные пикеты. Давно пора, друзья, отправить на свалку истории. Но это не значит, что нельзя протестовать. Я считаю, что протестовать можно. Протестовать можно и нужно. А то, как правильно протестовать, нам показали осужденные следственного изолятора номер 3. Потому что они долго сидели в следственном изоляторе номер 3. Это в Вологодской области. Они сидели, ну вы понимаете, в следственном изоляторе номер 3. Сидели и на душе у них кошки скребли. Они сидят и такие думают, блядь, ну что за хуйня вообще происходит? Вот сидим мы здесь, в следственном изоляторе номер 3. Хотим перевоспитаться, но не можем Что-то не так Какая-то гиря на ногах Ну давай уже, блядь, что ты тянешь в ряду Потому что не могли они терпеть мат А, да, сквернословию нет А-а-а Боёб Не могли терпеть мат, поэтому вышли на митинг С требованиям нет сквернословия Об этом отрапортовал в СИН По Вологодской области Значит, оказывается, 3 февраля во всем мире Отмечался день борьбы с ненормативной лексикой То есть, по течке, день борьбы со мной С моими выпусками ЧП И вот осужденные Череповецкого следственного изолятора Они не стали исключением И они приняли участие в митинге нет сквернословию Они потребовали, чтобы в русском языке Не было нецензурной брани Единственный правильный митинг А что это за русский язык тогда будет, извини Только так скоро и будут ходить на митинги Господи А-а-а, давай Так, еще тут есть какие-нибудь интересные тайминги Не, я вахуй, бля, ребят Кстати, на этой неделе вышли соцопросы По доверию к Путину и Навальному Провел опросы иностранный агент Левада-центр И цифры там весьма интересные Ну, деятельность Алексея Навального одобряет 19% россиян А-а-а Одобряет 56% За последний месяц уровень одобрения политика не изменился Лучше всего к Навальному относятся молодежь и пользователи интернета Хуже всего люди старшего возраста и те, кто смотрит телевизор Еще бы Так, вы одобряете или не одобряете деятельность Алексея Навального Так, телеграм-каналы 45% одобряют Социальная сеть интернета 27%, телевидение 11% Блядь Как они вообще могут его одобрять, если они телевизор смотрят? Я вот этого не понимаю Это уже хороший результат, на самом деле 11% телевизора Как, как вообще, каким образом, как, как, блядь Друзья, родные, соседи Ну, опять же, видите, тут еще большинство не слышали о таком И не знают такого А, нет Ну да, нет, не большинство, нет Ну ладно, окей Ну, короче Решение Навального вернуться в Россию Большинство не одобряет 25% против 22% Самая позиционная Аудиторией оказался телеграм Потому что те, кто сидит в телеграме Пользователи телеграм-каналов Они единственные Изи У кого у Навального одобрения больше, чем неодобрения Там 45% Ну, там просто я, 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 я Мой канал Я там выкладывал всякие видосики с митинга Там вот это вот, там Писал всякие вещи Вот по всем остальным категориям Те, кто сидит в соцсетях Тем более, те, кто смотрит телевизор Там, конечно, все равно Плюс в чат, кто пользуется телеграмом Кстати Прошу прощения Подписывайтесь на мой телеграм-канал Обязательно Обязательно, обязательно Я туда выкладываю Мемы Фотографии Которых нет нигде Ни в инстаграме Нигде, либо еще Я туда выкладываю фотографии Без башни Там сейчас есть Две фотки без башни Вот Мемчики там тоже присутствуют Вот Ну и просто я там могу Что-нибудь Написать Могу голосовое сообщение записать Короче, вот это все Короче, инсайды, сливы и так далее Да Например, вот Те, кто смотрит телевизор Там только 11% одобряют И 64% не одобряют Ну интересно, что если в сентябре 2020 года 50% не одобряло деятельность Навального То теперь это число выросло до 56% В целом 19% опросов заявили, что отношение в последнее время ухудшилось Ну то есть, судя по опросам, пропаганда работает неплохо И грамотно засирает мозги уважаемым россиянам Еще одно интересное исследование появилось тоже у Левада-центра Это уровень доверия к политикам И тут Навальный единственный показывает рост Ему по сравнению с ноябрем доверяет 5% Доверие пропало, но вырос И в этом месте он уже обогнал Зюганова, оказавшись на 6 месте Дальше после Навального идет Лавров с 7%, потом Шойгу с 8%, Жириновский с 10% На втором месте внезапно Мишустин Люди доверяют Люди доверяют Нихуя-то Путин оторвался, блядь, видали? Ну и Владимир Владимирович Путин Доверие к которому А где он? Нихуя? Путину просто такие там, блядь, миллион процентов доверия Заебись Эти цапи на мне Эта сука так манит Закаменел Будто каменный камень И вообще не забывайте, что я вам должен 13 сабок